Дагестан Малое заявление. В Дагестане объекты ЖКХ готовы к предстоящей зиме почти на 100%. Подробности совещания в правительстве смотрите в выпуске. Духовные лидеры России и СНГ на одной площадке. В Махачкале прошла Международная богословская конференция. Подробности в материале наших корреспондентов. Награда чемпиону. Сергей Меликов вручил Исламу Махачеву орден за заслуги перед республикой. Об этом в спортивном блоке новостей. Призывники из Дагестана, как и все новобранцы из России, не будут служить на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все они будут нести срочную службу в воинских частях и подразделениях в разных регионах страны. Об этом сообщил журналистом военный комиссар республики Дейдбек Мустафаев. В эти четыре субъекта для прохождения службы призывники, призванные с Российской Федерации, направлены не будут. Там уже принимают участие наши военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. И граждане, которые были мобилизованы в период с 21 сентября по 28 октября. Всего в рамках осенней призывной кампании в ряды вооруженных сил отправятся 3,5 тысяч молодых людей из Дагестана. Проходить военную службу они будут во всех видах и родах войск, в том числе на флоте, в воздушно-десантных войсках и войсках национальной гвардии. К проведению осеннего призыва граждан с республики Дагестан военные комиссариаты нашей республики и военные комиссариаты муниципальных образований готовы. В Дагестане 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону, а готовность объектов ЖКХ составляет 99%. Данные эти были озвучены на совещании под руководством премьер-министра республики Абдул Муслима Абдул Муслимова. Тепло должно быть. 22-23 градуса должно быть в квартире или дома у каждого жителя Дагестана. Это наша самая главная задача. От слаженности и оперативности действий всех коммунальных служб, инфраструктурных компаний зависит качество жизни и населения нашей республики. На подготовку Дагестана к зиме в этом году государство выделило 1 миллиард и 350 миллионов рублей. На эти средства по всему региону были проверены на исправность котельные и другие отопительные объекты. Проведен капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей, канализации, подготовлено 10 миллионов квадратных метров жилищного фонда. Это 96% от общего плана. Готовность жилого фонда к сезонной эксплуатации подтверждается наличием паспортов готовности многоквартирных домов. По состоянию на 1 ноября 2022 года подписаны паспорта готовности 4500 многоквартирных домов, что составляет 97,1% от общего плана. На 2022 год запланирован капитальный ремонт в 101 многоквартирном доме. На сегодняшний день работа по капитальному ремонту продолжается в следующих муниципальных образованиях. Город Махачкала 4 многоквартирных домов. Город Каспийск 5 многоквартирных домов. Город Буйнац 4 многоквартирных домов. Дагестанские огни 1 многоквартирных домов. Город Дербен 10 многоквартирных домов. Город Избирбаш 25 многоквартирных домов. Город Хасавюр 1 многоквартирных домов. в городе Южно-Сахуковск, в 2-м партнер-домах, в городах Кизельюрт, Кизляр, а также в Ботликском, Гербенском и Казбековском районах. Работы завершены. Духовные лидеры России и СНГ на одной площадке. В Махачкале прошла международная богословская конференция на тему религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций, вызовы настоящего и решения для будущего. Участники мероприятия обсудили вопросы по налаживанию партнерских связей, укреплению добрых отношений мусульманских общин, а также другие темы. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Сама утра во всех ведущих вузах Махачкале прошли встречи с муфтиями из регионов России и стран ближнего зарубежья. С молодыми ребятами в рамках богословской конференции говорили о сохранении религиозных и семейных ценностей. «Именно сегодня что делается в первую очередь? Разрушается семья. Семья как источник культуры, образования, религии, той же идентичности, о которой мы говорим. И сегодня его надо разрушить. Раз люди работают против нас, и, наверное, труды их видны, поэтому надо создавать фронт против этого, конечно, надо. Кавказ всегда славился своими корнями мощными и адатом, культурой, устоями, идентичностью, отвагой, мыслями, головой. Я думаю, семейные ценности наши, которые мы еще не потеряли, слава Богу, на сегодня, надо их как-то укреплять со всех сторон». «Более чем из 40 регионов России – муфти и заместители муфти. Это говорит о том, что сплоченность есть, взаимопонимание есть. И, иншаллах, мы должны укрепить межкультурные связи, также межнациональные связи». После встреч со студентами духовной лидеры собрались в конференц-зале «Дома дружбы». Мероприятие традиционно началось с чтения аятов из священного Корана. Далее первым словом предоставили муфтию, председателю Совета Алима в Дагестане, шейху Ахмаду Афанде. «Только посредством брака можно формировать духовно-здоровое поколение. Ведь именно в семье начинается воспитание будущего человека. И здесь не может быть речи ни о каких нумерованных родителях или сомнениях в том, что ребенка растят адекватнее люди, которые не считают нормой так называемый гражданский брак или случайные отношения. К сожалению, в последние десятилетия все громче звучат те вещи, которые даже щепотом неприятно обсуждать и означать как проблему. Почему мы сегодня так остро поднимаем вопрос о влиянии религии на создание полноценной семьи? Потому что только здоровая во всех отношениях семья может стать национальным достоянием будущего. Вот для этого необходимо формировать совершенную семейную политику государства, базированную на религиозных ценностях. Если внимательно изучать эти ценности, они идеальны для создания семьи, где каждый несет свою ответственность за сохранение семейных традиций, за этику отношений со всеми членами семьи». На пленарном заседании участники встречи подробно обсудили причины разрушения семейных ценностей и возможные пути их решения. «Я на территории Донбасса лицезрел, что мы уже находились в составе Украины. И вся эта нечисть, как она к нам постепенно пробивалась. Там уже полуобнаженные женщины стали ходить. И уже вот это, как мы сегодня затрагивали тему, гражданские браки стали настолько модными, что уже забыли об основных вот этих бракосочетаниях. То есть нам очень много удобно, никакой ответственности. То есть прелюбодейничают и разбежались. То есть мы должны это остановить. То есть мы – мусульмане. Почему? Потому что мы больше понимаем пагубность этих дел, потому что она распространяется. «Морально, духовное воспитание молодежи актуально, важно. И мы такие мероприятия, такие встречи, конференции должны часто проводить и встречаться с молодежью, и объяснять нашу религию и нашу традицию». «Я открыто скажу спасибо муфтиату Дагестана. Огромное спасибо. Они во всех регионах Сибири открывают глаза мусульманам. В лице муфтия хозяев огромное спасибо всем алимам Дагестана». Мероприятия поддержали представители органов республиканской власти. Только совместными усилиями возможно не допустить разрушения потери религиозных и семейных ценностей в обществе, говорили участники конференции. «Вопрос сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, культурного наследия, воспитания детей, высоких моральных, эпических, человеческих и дьяволов является важнейшими задачами современного общества. Без их решений невозможно духовное, нравственное, интеллектуальное и позитивное развитие цивилизации». «К большому сожалению, в постсоветское время мы несколько утратили и воспитательную роль семьи, и роль семьи в процессе обучения и воспитания. Сейчас эти процессы со стороны государства очень берутся в такое серьезное внимание, администрируются, разработаны и программы воспитания, которые интегрированы в образовательные программы, образовательные организации всех уровней, где вот с такой красной нитью проходит как раз и привитие всех семейных ценностей, и привитие роли семьи. И вот это для нас крайне важно». Инициатором проведения конференции выступил Муфтия Дагестана. По завершению заседания было отмечено, что все предложения, озвученные в ходе обсуждения, войдут в итоговый документ. На основе этого в дальнейшем будут приняты конкретные практические решения и рекомендации. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. К другим темам. Мэр Махачкалы Салбан Дадаев принял решение о создании фонда поддержки и развития столичного образования. Это позволит сформировать стратегические направления образовательной и научной деятельности. Так основными формами деятельности организации станут ежегодное проведение различных видов конкурсов по всем основам гуманитарного и естественного знания, грантовая поддержка педагогов и учащихся махачкалинских школ, прохождение лучшими столичными учителями практики и переподготовки в самых передовых организациях высшего образования. Фонд выявит и поддержит программы и проекты в области образования и науки. И о спорте. Ислам Махачев награжден орденом за заслуги перед Республикой Дагестан. Награду чемпиону UFC в легком весе вручил Сергей Меликов. Церемония прошла в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь глава региона ознакомился с условиями для занятий. Спортивная школа была открыта в конце 2019 года. В этом зале команда Махачева проводит основные тренировки перед выездом на сборы и турниры. Сергей Меликов пообщался со спортсменами, подчеркнув, что такие бойцы, как Махачев, достойный пример для молодого поколения. Для нас очень важно, чтобы у нас всегда были такие флагманы, которые могли бы показывать своим примером то, чего можно достичь. Знаете, не как иногда в Дагестане бывает, за счет того, пошел что-то в конверте, отнес, и вот у тебя успех. Почему мне дорога вот эта история спортивная? Потому что это как раз та история, где за взятку титул не возьмешь. Где за родственные связи бой не выиграешь и не победишь, пока не прольешь пот, кровь. Во встрече также принял участие министр по физической культуре и спорту Сажид Сажидов. После беседы Меликов наградил чемпиона UFC орденом за заслуги перед Республикой Дагестан. Это высшая награда Дагестана. И я очень рад, что мне в этом году или в этот период удостоено право эту награду ему вручить и поблагодарить за победу. В свою очередь Махачев подарил главе футболку и перчатки, в которых выходил на титульный поединок. Я очень рад, что смог завоевать этот поезд, потому что, я думаю, этот поезд будет примером для всего подрастающего поколения. Мы знаем, что у нас очень много ребят занимаются, все залы переполнены людьми. И я думаю, это будет какой-то мотивацией, что я такой же не отличаюсь ничем от этих ударов, что я просто всю жизнь я тренировался, верил, поставил себе цель и пришел к этому. Я думаю, что... И надеюсь, что с такой поддержкой уководца Республики очень приятно, что мы прилетели в 6 утра, и Сергей Алинович приехал у нас в 3-й. И я понимаю, что такая поддержка со стороны государства, со стороны правительства. Махачкалинская «Динамо» вышла в 1-8 финала Кубка России. В пятом раунде розыгрыша дагестанская команда на Анжи-Арене взяла верх над Владивостокским «Динамо». Соперники не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Судьба матча решалась в серии пенальти, где хозяева били точнее 5-3. В следующем раунде розыгрыша турнира на стадии 1-8 финала столичный клуб сыграет с футбольным клубом «Уфа». Дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов вошел в число призеров по итогам третьего дня чемпионата России в Екатеринбурге. Дагестанский спортсмен выиграл бронзовую медаль весовой категории до 90 кг. Это самый значимый успех во взрослой карьере для 21-летнего Сулейманова. В прошлом году воспитанник столичной школы имени Газимагомеда Ахмедова становился победителем юниорского первенства Европы. Награду Сулейманова стала для сборной Дагестана третьей на турнире. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова